Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. У школу с добрым настроем и подарунками. У регионе проходят доброчинные мероприемства для першоклассников. Престиж рабочих профессий растет. Установы средней специальной и профессийно-технической адукации подвели выники уступной кампании. Любимый дворик, шмат функциональный детячий городок, открылся на святе двора у Гомеле. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня у областных центров подвели выники регионального этапа республиканской акции «Зберем портфель першоклассников». У рамках традиционного социального проекта оказали допомогу детям со шмадетных и опекунских семьях. Семьях, которые находятся в социально небеспечном становище. Усяго подрихтоваться до школы допомогли больше, чем 4000 семьях. Про тяг темы в наступном сюжете. У Апошний летний день одной из пляцовок селетней акции «Зберем портфель першокласснику» стал Гомельский лядовый палат спорту. Доброченное мероприемство собрало 12 будущих школьников. Свои первые портфели яна отрывали из рук наместника старшини Гомельского облака Анкама Владимира Прывалова. Акция проходит в Украине уже о маль 10 годов. Нагодой для ее проведения послужило ожидание дорослых зарабить день ведов с оправдным святом абсолютно для кожного детяти, незалежно от материальных махчимостей у якой семьи. Свою кладу добрую справу уносит кожное предприемство и организация в области. Новые портфели, школьные проналежности и спортивный инвентарь уручают детям, які выховываются у шмадзетных, опекунских, неполных семьях и у тых, які опынулись у складанной житевой ситуации. Удячным отказом за такую подтримку в будущей не становятся подспехи детей в учебе и спорте. Владимир Прывалов отзначает, селета у першиню за 10 годов Гомельшина стала лепшая Украине по выниках централизованных аттестирования. Наш регион у лидерах и по спортивных досягнениях молоди. Конечно, приятно. Очень приятно. Это наш не первый портфель, так как мы многодетная семья. И мы тренера сами. Нас вот так вот приятно поздравляют. Большое спасибо, кто предоставил нам такие подарки. Это Гомельскому исполнительному комитету и Министерству спорта и туризма, что поддерживают нас и делают такие хорошие подарки. Амаль 200 першоклассников из разных районов сегодня приняли уделу святочным представлением у Гомельским театра «Лялик». Маленькие гости повитали выхованцы у дитяших домов с Гомеля, Мазыра и Гомельского района. 10 детей отрымали свои пешие атрибуты школьника в портфеле с приладами письма. У подарунок от кировництва Гомельского облаконкама. Увагали свой уклад. В проведение акции с берем портфель першокласснику унесли предприемства, сельские советы, органы прокуратуры, профсоюзные организации и представники приватных адлевых установ. А кроме того, держава взяла на себе клопот про каждую семью, какой на подрыхток у детей до школы спотребилась эта помощь. Сегодня на подготовку и проведение этой акции, на подготовку к школе и помощь всем многодетным семьям, те, которые нуждаются в помощи государства, было выделено из областного бюджета 1,8 миллиона рублей. Всего сегодня в первый класс пойдет около 16 тысяч первоклассников. Все учреждения образования готовы к новому учебному году. Проведены капитальные текущие ремонты, пищеблоки. Готовность в 100%. Школьники из Гомельского района, которые учатся в областном центре, отримают право бесплатного проезда. Такое решение принято на черговой сессии областного совета депутатов. Нововведение за крайне тех, кто проживает в районе, а Лена учается в Гомеле. Льгота предоставляется по обрадьявлению доведки из места учебы. Установы средней специальной и профессийно-технической адукации подвели выники уступной кампании. Про то, какие працованные специальности в приоритете у юнаков и девчат региона и как преподрихтовцы специалистов уличивают потребы сучасного рынка кадров, доведалась Наталья Каприленко. У 12 средних специальных научных установ подведомных областному управлению адукации все лето приняли больше, как 2500 наученцев. И они залечены наденную форму навучания после закончения 9-11 классов. Бюджетные места заполнены цалком, недобор отзначены у некоторых установок на платную форму. В Гомельске аграрно-экономический колледж программное обеспечение информационных технологий конкурс составил больше 2,5 человек на место. Проходной балл выше, чем 8,2. Высокий конкурс в Мозерском политехническом колледже. Также высокий конкурс в Гомельском машиностроительном колледже, Речицком аграрном колледже на специальности ветеринарного профиля. Об засекавленности миновито у работников этого профиля на рынку працы Беларуси кажут даденое Министерство працы и социальной обороны. У сельской мясовости запотребованные ветеринарные урачи и фельдшеры. У городе есть попут на медиков, серотпрацованных профессий, на продавцов, швачек и водителям. Об высокой запотребованности у водителях кажут и объявы вакансий, размещенных на сайтах у интернете. Махчима тому специальность техничная эксплуатация автомобилев на пику популярности у Гомельским державным дорожно-будовнишим колледже. Это установа филиалы Республиканского института профессийной адукации. Колледж – один из найбуйнейших установ адукации региону, подпродкованных державным университетом або промысловым предприемством. Навученцами таких колледжев все лето стали каля 1400 абитуриентов. Нетрадиционно девочки выбирали именно мужские, как бы казалось, профессии. У нас на техническую эксплуатацию зачислено две девочки. Мы пытались как-то их отговаривать, что это все-таки слесарь по ремонту автомобилей, не совсем, ну, как бы одна из рабочих профессий у них, слесарь по ремонту автомобилей, что не совсем как бы женское дело. Нет, они такие вот целеустремленные. У гэтым годзе у Гомельским дорожно-будовничьим колледжи значный конкурс на профессии склался сярод девятиклассников. Высокие проходные баллы отзначены по некольких специальностях. Промысловое и громадское будовництво, эксплуатация машин, будовництво дорог и транспортных объектов. После девятого класса поступил в дорожно-строительный колледж на специальность строительства дорог и транспортных объектов. Дальше, после окончания, решил, ну, решаю поступить в высшее учебное заведение Белгут на эту же специальность, стать начальником. У больше как 30 установ профессийно-техничной адукации в области наденную форму навучания залечено амаль 4800 человек. Большая частка навучанцы с базовой адукацией. До десятых акастричников в установках ПТА будут принимать документы на заводченное отделение. «Бывай лето, привитань не школа». Под таким девизом напереда дни початку нового навучального года в Гомеле пройшло свято двора. Галунной падеей мероприемства стало открытье шмат функционального дитячого городка. Его своими силами побудовали жихары ближайших домов. Подрабязности у сюжете Ганны Каральчук. Завершение школьных каникул не повинно выкликать смутку. Жихары Советского района вырешили зарабить своим детям подарунок. Батьки своими силами уладковали новый детячий городок. Дворовая территория в этом месте окружена 11 домами, у которых живут больше 300 детей. Некольки молодых и активных семейных пар ясчевесной вырешили зарабить инвестиции в будущую. И на доброах водных початках стали уладковать дворовую территорию для детей. У вынику до коллективной працы долучилось 200 семьев. Кожан допомагал чем мог. Кали нехорошим, а то материалами и инструментами. Много мам, пап ходят на улицу детьми и решились, поговорили. А давайте попробуем купить одну качельку. Ну, здесь качели не было реально, на самом деле, ни одной. Попробовали, понравилось. Постепенно люди начали к нам вместе помогать больше, больше, больше. Организовали, так сказать, небольшое такое, как вы видите, сообщество. В соцсетях, в Вайбере добавили специальную группу. Люди помогали и постепенно у нас получилось вот это вот, что вы сейчас видите во дворе. Конечно, есть задумки еще, но пока можем, что делаем. Працовать выходили что день, по некольких годин на протягу лета. Инициативу поднимали у администрации района и коммунальным жилево-рамонтно-эксплуатационным монетарным предприемстве «Советская». У вынику про счетыры месяцы працы дитячий городок, включая спортивные пляцовки для волейбола и мини-футбола, орели, альтанку, песочницу и розные гульнявые конструкции. А кроме того, усталевали лавочки и огороджу. Этот двор просто преобразился, он стал или становится уже визитной карточкой нашего района. И инициативу этой дворовой территории подхватили уже и другие дворовые территории. В частности, очень приятно нам ответить, что улица Лазурная, 12-14, Косарева-3. Там также жильцы синициировали подобные мероприятия и тоже закупают игровое оборудование собственными силами. Мы его помогаем устанавливать и оказываем всяческое содействие. На святе с нагодой открытия городка дети отправились на пошук скарбов разум с пиратами. Чтобы держать приз, каждому нужно было выполнять творческие задания. Так же в программе с поборницами конкурсы и гульни с аниматорами. Творческие коллективы и выканавцы города подрихтовали свои музыческие подарки. Особой популярностью использовалась тематическая пляцовка от сотрудников МНС. Варто додать, что такие массовые детячие святы у новом дворы уже стали традицией. Их творчая и инициативные батьки так само ладят самостоинно и с великой радостью. Ганна Корольчук, Яугин Макеенко, телерадо-компания «Гомель». ГЭТ, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. Далей у эфиры «Спортивный огляд». С новинами спорту вас познаемить мой коллега Михаил Садоуски. Субтитры создавал DimaTorzok